У Могилёве освятили место под будавництва храма у гонор Пакрова Божией Матии. Это отбалось у Падниколи, где от 17-го года до середины 20-го стоял Свято-Пакровский храм. Его разбурили за советским часом. Некольки год тому был знайден и подмурок храма. На им працевали могилёвские археологи. Теперь православная епархия мая намер одновить храм на историческом месте. Колисти, это место называлось не Падниколем, а Пакровским посадом. И назву яму дала Свято-Пакровская царква. Узведенная в другой полове 17-х истагодзе. Теперь она засталась только на молюнках, до редких архивных вздымках. Тому, что за советским часом храм разбурыли. Мы знали, что было время лихолетий, когда храмы разрушали. И по милости Божией это время прошло. И теперь мы можем, имеем возможность восстанавливать свои разрушенные святыни, строить новые храмы. Чин освящения места под будавництво царквы провёл епископ Сафроний. Православные верники Макилёва разом з ним падают на одражение храма, яких у дореволюционных Макилёвых было два десятки. Люди пройшли у Падниколе хросным ходом, а на месте нового будавництва усталявали крыши. Под новый будынок уже выкопали котлован, побачь складены материалы. Это всё находится поблизу предприемства Гарвады-Канал. У справа будавництва нового храма будет брать удел и свято-никольский жанучий монастыр. Это место, во-первых, намоленное, святое. Здесь стоял храм больше двухсот лет назад. И в этом храме молился один из святых нашего города, священномученик Павлин. То есть мы не могли равнодушно отнестись к тому, что здесь уже начал разрабатывать территорию, вот эту город осваивать. И это святое место мы не могли просто так оставить кому-то там посторонним людям. Поэтому взялись за возрождение, и потом будем участвовать в строительстве этого храма. Теперь от той церквы, разбуранной в 1949 году, застался только под мурок. И кинадзина, укрытый дахом. Тут можно убачить старожитную кладку, цахляную и мураванную. Менавито тут працавали археологи, зарабили некольких аштунных для истории областного центра и его же хороузнаходок. Теперь же меркуется законсервовать руины и зарабить с гэтага подмурку музей. А по бычу будзи поводли плану храм. Как его будут будавать, пакуль на это питание святары и прохожане отказывают с Божьей допомогой. Её старода у них опыт, когда церкви будовали протяглый час, годы и на десятки годов. Допомога верников на добрую справу такая головная крыница у справе у заведения храма. Чем больше храмов, тем больше мы будем иметь благодати и будем спасаться все вместе. Это событие очень радостное для всех прихожан и всех православных, кто сюда пришёл.